Всем привет! Это вы. Это наш Даша конструктор. Хотя она сейчас спит. 22. Мы купили в Экспрессе такие брусочки. Падающая башня называется. Ну-ка, Катя, давай покажи, как это делается. Немного доработали и оказалась очень многофункциональная игра. Да вытаскивай так их, переверни. Здесь 45 брусочков. Нужно вот так сделать, потом вот так. На перекрест, да? И так собрать башню. Мы собрали вот такая. Сейчас увидите. Катя сложила, как должно быть. Надо вот одну из них выдернуть. Надо по очереди вытаскивать брусочки, чтобы башня не упала. Если башня падает, то... Ааа, все, ты уже проиграла. Да нет. Катя, дай коробочку. Мама, надо, чтобы вся башня упала. Так, у меня три. Мы доработали. Вообще, тут просто надо было вытаскивать по очереди. Мама, у меня три ветра. Подожди, покажи, Катя. Мы пронумеровали каждый брусочек. Я нашла фанты в интернете. Если честно, оказалось сложно подобрать подходящие фанты, что прям список взял и скачал, там не подходит. Нужно было все читать и смотреть. Распечатала 45 фантов и приклеила, обклеила коробку скотчем, приклеила эту бумажку. И все. Вот, например, Кате три попалось. Мы читаем. Тройка. Изобразить какое-то животное. Можно занятие животного. Например, как кошка ловит муху. Ну, не надо, Катя, сейчас. Все, кошка поймала муху. Мы сейчас просто для примера показывали. Еще как мы играли. А, ну, Кать, мы сейчас поиграем, а потом следующий вариант покажем. Да? Угу. Какой? Сорок четыре. Сорок три. Еще какой плюс? Ребенок учится называть числа. Потому что, может быть, какие-то забывают. Например, у Кати сорока она забывает. Потому что это как-то вне логики. Например, два – цать, три – цать. Да? А сорок – это уже как-то нелогично. Для взрослых для нас понятно, а детям почему-то сорок сложно запоминать. Вот. И так мы еще и помимо всего запоминаем числа. Да, Катюш? Угу. Вот мы собрали вот такую полосочку. Сейчас будет перерыв. Даже подожди. Получается, она все в очередности с единички до сорок пять, до сорока пяти составила такую полоску. Мама! А! Смотри, чтобы Даши нет. Давайте вместе начинайте. Стой, стой. Раз, два, три. Ой! Опа! Маленькая сломалась. Ну, классно. Катя, что ты там сделала? Колодец. Это вот так вот поднимается и так набирается вода. Ага, понятно. А тут как будто ведро. А потом его так ставят и поднимают ведро и потом на место ставят. Ясно. Ну, ладно, давай. Давай. Что ты еще хотела Кате показать? Вот тут окошечки. А где человечки? Так это же... Это колодец. А вот... Где рыбки? Вот так. Папе я сейчас покажу. Вот. Пик-пик. Пик-пик. Теперь я построю огромный дом. Ну, давай. Вот такой домик высокий. Многоэтажка. Угу. А построи наш дом невысокий. Мам. И широкий. Хорошо. А потом... Высокий. Только не такой. Угу. Пошире, да? Угу. И повыше. Наш дом. Понятно. Только не похож. Крыша не получилась маленькая. Да, не хватило. Понятно. Теперь я буду делать... Это сломаем? Угу. 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 Вот такой домик получился. Высокий. И крыша. Да. А сейчас поменяю крышу. Смотрите. Мы смотрели... Я смотрела до этого в совместных закупках у меня в Одноклассниках. Та-дам! Та-дам! Были подобные брусочки. Там уже фанты были написаны на них самих. И стоило это в районе 400 рублей. Вот в Фикс Прайсе мы брали за 100 рублей. 59? Нет. 100 рублей. 99. Обидно. Конечно, что из нашего железа китайцы делают нам игрушки. И нам же продают. Почему в России нельзя сделать? Хорошие, недорогие игрушки. Так что вроде как обычные бревнышки. А игры можно придумать много, да, Катюш? Маши пока. Что это? Фу-ка, он сейчас заррется. Готовы? Бегите быстрее. Лава, лава течет, спасите нас. Спасите, помогите. Даша, ты не боишься? Нет.